В правительстве на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили готовность сил и средств к весеннелетнему пожароопасному периоду. Санитарно-педагогическое расследование Роспотребнадзор не выявил массовые вспышки инфекционных заболеваний на курортах Дамба и Архиз. Проводятся подомовые обходы, в республике продолжается адресное информирование жителей Карачаева-Черкесия в выборах президента России. В конце марта в республике стартует сдача единого госэкзамена, как к нему готовятся в Курджиновской средней школе номер 2. В Доме правительства прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карачаева-Черкесии. В ходе совещания были заслушаны доклады. Начальник главного управления МЧС России по республике Александр Галакаленко подробно рассказал о проделанной работе по обеспечению безопасности граждан от чрезвычайных ситуаций. Также был рассмотрен вопрос о готовности сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС к весенне-летнему пожароопасному периоду. В Карачаево-Черкесии продолжается адресное информирование жителей республики о выборах президента России. Члены избирательной комиссии у Сигутинского района также проводят подомовые обходы. О стаднице Красногорска, ее истории, жителях и о том, как члены участковой избирательной комиссии информируют людей о предстоящих выборах президента России, расскажет Дарья Тендит. Красногорская, или как ее называют местные жители Красногорка, расположена в удивительно живописном горном месте у Сигутинского района. История происхождения велика и вместила в себя вихри революции, войн. Основана казаками в середине XIX века и носила название Верхнениколаевская. Из-за гор, окрашенных в красновато-багровые тона, ее переименовали в Красногорскую. В основном в ней проживали казаки, а сейчас станица многонациональна. Екатерина сюда пересылала казаков, ну как, отправляла казаков, как на охрану границы. Вот поэтому она считается казачьей. Был вот казачий кордон. Ну как, не кордон, а казачья сторожевая башня. Мост был каменный, он до сих пор, быки остались, стоят. Немцы взорвали его во время войны. Главная достопримечательность станицы – Красногорская сторожевая башня. Сооружение кавказской кордонной линии, охранявшей рубежи. Это объект культурного наследия, музей, сохранившийся с XIX века. Несколько лет назад здесь провели реконструкцию, сохранив ее изначальный вид. Сейчас станица – место притяжения для туристов со всей страны. В станице Красногорска есть настоящий минеральный источник – Мирзабекачи, который течет прямо из-под земли. Это очень вкусный и щедрый подарок для гостей и жителей Карачаева-Черкесии. Казаков станица 86, рассказал атаман Михаил Михайлович. Казаки – настоящие патриоты, стоящие на защите Родины. Поэтому голосовать пойдут все, дополнил он. Почему важно голосовать, принимать участие в голосовании? Ну, важно голосовать для того, чтобы улучшалась, как говорится, жизнь, население. Надежда и Лариса – обходчики избирательного участка 225 из Жигутинского района. С самого утра повещают избирателей станицы Красногорска, а в ней проживает свыше 2000 человек. Обходчики приходят к каждому избирателю, приглашают на выборы и рассказывают о способах голосования, датах, месте и времени. Надежда Бородухина рассказала, как их встречают избиратели. Очень доброжелательно, невозможно от них уйти, они хотят пообщаться, на все вопросы просят ответить. Люди больше пожилые хотят пообщаться, хотят расспросить, хотят поговорить. Но настроены все очень доброжелательно, позитивно и очень энергичные люди на станице живут. Как и положено в казачьем поселении, центральная улица станицы именуется Красной. А в 110-м доме проживает Елизавета Гусева – коренная потомственная казачка. В станице каждый знает друг друга, поэтому встреча началась с приветливой беседы. А после уточнения информации приступили к выбору способа голосования. Как вам удобно голосовать? На дому или на участке? Дома! Да, удобно дома. Я туда не ходю уже, за лекарства не ходила. Хорошо, смотрите, тетя Лиза, на дому можно проголосовать, выберите день, когда вам удобно. Это 15-я пятница, 16-я суббота, 17-е воскресенье. Какое время? В любое время? В любое время. В 92-го года Елизавета Ивановна, выполняя гражданский долг, ежегодно принимает участие в выборах президента страны. Не участвовать в выборах не могу, говорит жительница, ведь от каждого голоса зависит наше будущее. Ну а как же? Приедут – пожалуйста. Поголосуем. Как же? Обязательно. Дарья Тензит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Станица Красногорская. С 22 марта в России стартует сдача единого государственного экзамена. Чтобы успешно пройти это испытание, необходима хорошая подготовка в течение всего года, считает в Курджиновской средней школе номер два. С учителями и учениками этого учебного заведения встретился Али Баташев. Мне больше по душе эта наука из всех школьных предметов. Мне нравится работать с реактивами, смешивать, добавлять, создавать какие-то новые вещества. Мне это очень интересует, очень нравится. Ксения Горбаева мечтает стать биохимиком и в этом году готовится сдавать ЕГЭ по химии. Каждый урок ее классного руководителя и учителя химии Надежды Егоровой открывал путь в мир этой удивительной науки. Сдавать химию в этом году решил и одиннадцатиклассник Мухаммад Татаркулов. Я хочу сдавать химию, потому что я хочу стать ветеринаром, буду помогать животным в дальнейшем. Я хочу открыть новое лекарство для помощи братьев нашим меньшим. На консультациях, которые проводятся всеми педагогами-предметниками, ребята отрабатывают все темы, получают ответы на вопросы единого государственного экзамена. Все учителя работают на то, чтобы учащиеся справились с поставленной задачей, проводят психологические тесты. У нас хорошо работает служба педагога-психолога и социального педагога, который постоянно проводит тренировочные занятия для того, чтобы поддержать ребенка и показать ему, что это не страшно, что со всем можно справиться и психологически, и морально. Совместно ведется работа коллектив педагогический, дети и родители. Мы совместно ведем эту работу. Дети работают в бланках, дети работают в разных сборниках, решают онлайн-тесты, бумажные варианты разные. Поэтому эта работа ведется очень активно. Чтобы экзамены прошли для школьника спокойно, необходима психологическая подготовка, систематическая учебная работа и систематический контроль, считают педагоги. Ребята должны набить руку в выполнении тестов, в написании сочинений, изложений. Именно от этого зависит хороший результат. Вопросы, конечно, возникают. Там, где трудности у детей возникают, мы на решу ЕГЭ, там эти работы разбираем более подробно, становится ясно, и мы продолжаем дальше. Я верю в успех и знаю, что наши дети справятся, и все будет у них хорошо. В Куржиновской средней школе номер два практикуются сдачи пробных ЕГЭ, чтобы ребята привыкли к процедуре проведения и меньше нервничали на экзамене. На протяжении всего времени проводим репетиционные экзамены. Во-первых, дети видят свой промежуточный результат, к чему он может прийти, к маю месяца, с какими баллами, на какие баллы он может рассчитывать. Экзамены основного периода, которые выбирают большинство учащихся, пройдут в этом году с 23 мая по 18 июня. Еще есть время поработать над собой и эффективно подготовиться к предстоящей сдаче единого государственного экзамена, говорят учителя. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Крачаева, Черкесия, Урубский район. Сегодня свой юбилей отмечает, пожалуй, один из самых авторитетных тележурналистов, чье имя вписано в историю национальной журналистики. Речь идет о Георгии Константиновиче Чекалове, которому исполнилось 60 лет. Он прошел путь от скромного корреспондента, стоявшего у истоков Республиканского национального телевидения, до руководителя регионального филиала ВГТРК, ГТРК, Карачаева, Черкесия. Смотрите специальный репортаж Фатимы Дауровой. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok